ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой вердикт вынес суд за убийство из корыстных целей? По терпевшему уже не имел возможности зафиксировать на телефонный звонок в связи с полученным интересным повреждением. Как разбирают припаркованную на дороге фуру в набережных Челнах? Запчасти там тащат, то мотор, то что-то. И к чему привели азартные игры с законом? Это не только прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотел проскочить на Красный, но на пути оказалась Газель. Крупная авария произошла на перекрестке улиц Юлиуса, Фучика и Софиулина. Там столкнулись с грузовикой Деуджентром. Газель как раз завершала маневр, когда легковушка в нее врезалась. Она Граднова узнала, кто признал свою вину в происшествии. Говорит, что я не заметил. Вроде горел зеленый якобы. Газель ехала по улице Фучика в направлении Зорги на перекрестке. Ее водитель собирался повернуть на улицу Софиулина. Рассказывает, что уже почти проехал пересечение дорог. Но завершить маневр помешала Деуджентра, которая ехала прямо по встречной полосе. Все стояли уже на Красной. Мы начали поворачивать, завершали маневр. Многие проскочили. Я не успел. А он на Красной пролетел. Удар был достаточно сильным. Передний бампер иномарки просто рассыпался. К счастью, люди в обоих автомобилях не пострадали. Причиной всему стала секундная невнимательность водителя Деу, в чем он и сам признался. Я поскочил на Красной. Не заметили? Да, да, не заметили. Один в машине ехали? С пассажиром. Никто не пострадал у вас? Нет. Вину свою водитель Деу признал полностью. В его машине был видеорегистратор, который зафиксировал момент удара. Анна Городнова, Алла Рыкова, Азат Самигулин. Вызов 112. Проломил голову и забрал все деньги. Верховный суд Татарстана вынес приговор Ренату Ахунову. Он обвиняется в убийстве своего собутыльника. Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый в мае этого года распивал спиртные напитки вместе с 60-летним мужчиной в гараже по улице Хлебозаводская. Следователи доказали. Узнав, что у последнего есть при себе крупная сумма наличных, Ахунов решился на убийство. Обо всем по порядку. Материали Айрата Назипова. По материалам уголовного дела распитие алкоголя майским вечером переросло в кровавой конфликт. Подсудимый и потерпевший выпивали в гараже. В какой-то момент 60-летний мужчина рассказал Ренату Ахунову о наличии при себе крупной суммы денег. Их он накопил на покупку автомобиля для своего сына. По версии гособвинения, услышав это, обвиняемый пошел на преступление. Нанес в гараже потерпевшего не менее 5 ударов неустановленным предметом по голове потерпевшего, не менее 12 ударов по его телу. Утром следующего дня потерпевший скончался в больнице, не переходя в сознание. Учитывая, что убийство произошло уже ночью, свидетелей происшествий не было. Однако на территории гаражного комплекса работала видеокамера. Но с ней приключилась невероятная история. Председатель гаражного комплекса, единственное лицо, которое имело пароль, логин, доступ к видеозаписям камер видеорегистратора. И, с его слов, никаких действий не производя с этими видеозаписями. Но вот в итоге, когда пришли изымать эти видеозаписи, именно за время совершения преступления никаких видеозапис на видеорегистраторе не оказалось. Стерлась ли запись автоматически или была другая причина, сейчас уже не выяснить. Тем не менее, по подозрению в преступлении полицейских задержали Рината Ахунова. У мужчины обнаружили порядка 100 тысяч рублей. Как доказали следователи, эти деньги принадлежали потерпевшему. Свою вину в преступлении подсудимый так и не признал. Сначала он ее отрицал, позже дал признательные показания, а потом и вовсе от них отказался. Более того, он обвинял полицейских в том, что на допросе его поили водкой. Суд в такие рассказы не поверил и приговорил Рината Ахунова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Айрат Назимов, Александр Лобанов, Вызов 112. Казино обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности в набережных Челнах. Игорное заведение работало в обычной квартире. Ее просто сняли, как установили полицейские, специально для организации азартных игр. Но просто так случайный человек попасть туда не мог. Система безопасности была фундаментом криминального бизнеса. Что и позволило процветать заведению целых два года. Алла Рыкова с подробностями. Сюда приглашали только проверенных клиентов. Кто не входил в список благонадежных игроков, попасть в казино не могли. Но и для них доступ был только после предварительного звонка. Причем с определенных номеров. Таким образом, игорное заведение проработало с 2015 года. Но от раскрытия это не спасло. Сотрудники отдела экономической безопасности противодействия коррупции у МВД России по городу набережные Челны содержали местных жителей, которые подозреваются в незаконной организации проведения азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети интернет. Как установили следователи, организаторы регулярно меняли квартиры, в которых размещали игорное заведение. Это тоже было частью конспирации бизнеса. Но в этот раз все оборудование в качестве вещественных доказательств приехало уже в полицию. В ходе осмотра игрового помещения оперативники изъяли 17 системных блоков, 15 мониторов, один коммутатор настольный, 35 карточек с номерными знаками для доступа в систему. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье незаконной организации проведения азартных игр, совершенной организованной группой. Задержанные мужчины, одному 41 год, другому 34, причастность к совершению преступления признали. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд для избрания им меры пресечения. Аллы Рыкова, вызов 112. Разбирают припаркованную на дороге фуру в набережных Челнах жители домов на проспекте Ешлек, обеспокоены судьбой владельца большегруза. Автомобиль уже больше месяца стоит прямо на дороге и мешает как движению, так и уборочной технике. К тому же его стали разбирать на запчасти, причем, как уверяют очевидцы, крадут запчасти уже у всех на виду. Алина Бережная выяснила, кому принадлежит грузовик и почему его оставили на произвол судьбы. Этот большой груз стоит на проспекте Ешлек больше месяца. Неудобства всем и уборочной технике, и водителям. Автомобиль загораживает выезд с прилегающей дороги. Убрать фуру на штрафстоянку невозможно, а владельцы не могут найти. Жители окрестных домов его ни разу не видели. Зато каждый день наблюдают, как автомобиль разбирают на запчасти. Подходят молодые люди по одному, днем приготовят, запчасти там тащат, то мотор, то что-то. Сперва мучаются, не могут открывать, дверь не могут открывать, ломают. Вот вчера, в конце концов, тент порвали. В автоинспекции ситуации знают и даже нашли владельца фуры, правда, в Нижнем Новгороде. Водитель в данный момент находится за пределами Татарстана. Проживает он в городе Набережной Челны. Сказал, что знает, что поврежденный тент. С ним все нормально, он жив и здоров. Больший груз принадлежит 52-летнему мужчине. Он обещал убрать автомобиль, как только приедет в Автоград. Если, конечно, к тому моменту грузовик окончательно не разберут на запчасти. Алина Бережная, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Вызов 112. Экстремальная погоня, мелочная покупка и робкие крокодилы. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Хотел проверить документы, а вместо этого совершил экстремальную поездку. Полицейский проехал сотни метров, держась за открытую боковую дверь автомобиля, лишь бы не дать уехать преступнику. В конечном счете, страж порядка, получивший многочисленные ссадины, оказался сначала на асфальте, а потом и в больнице. А водитель, находящийся под воздействием наркотических средств, был арестован спустя полчаса. Пришел купить автомобиль и парализовал работу автосалона практически на весь день. Китайский бизнесмен оплатил свою покупку сотнями килограммов мелочи. Монеты номиналом 5 МАО мужчина собирал несколько лет. Чтобы посчитать нужную сумму, пришлось задействовать едва ли не всех сотрудников дилерского центра. Мал да удал, маленький терьер вызвал восторг у своих хозяев после того, как прогнал крокодила с берега. Увидев маленькую собаку, рептилия не стала испытывать судьбу и с позором сбежала в воду. А этому крокодилу, судя по всему, надоели люди, снимающие его на камеру. Туристы, застрявшие на мелководье, достали камеры и мобильные телефоны, после чего принялись наблюдать за хищником. Решив избежать лишнего внимания, животное тут же бросилось к ним в лодку. Впрочем, нападения на людей в планах у крокодила не было. Рептилия попыталась попасть в воду через сутно, однако застряла в перилах. Но ненадолго. Лизан Сабирова, Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.